Новый дворец, где жил герцог Ромальский. Первый, куда мы с вами попадаем, это столовая. Вот такой столик маленький. Он раскладывающийся. Сюда могли помещаться 25 человек, он раскладывается. Наверху мы видим потолки. Да, ну, во-первых, кесоновый потолок. В этих кесоновых потолках, типичных для 16 века, видим эмблины конде Монморанси герцога-карлянских. Видимо, настоящие головы и рога королевских оленей. Что такое королевские олени? Это когда рога заканчиваются короной. Как напоминание о том, что шантини, прежде всего, это не то место, где они жили постоянно. Надо запомнить, потому что в Монморанси, что в Ханде, что у Монморского, у них было много особняков. Это не единственное место, где они жили. Скажем так, это было место, где они любили бывать, а вот охотничий домик. Ну, это как вилла Деста в Италии. По всей Италии есть вилла Деста. Абсолютно. Знаменитая только одна. Наверху. Ой, какая живопись. Наверху мы видим балкон для музыкантов, потому что сопровождались обеды. Музыка. Так. Мы видим то, что... Вот интересно, да, в русском языке есть слово хорошее. Бра. Что такое бра? Бра – это висящая. Это бра – это рука. Нет, это я понимаю, это мы как-то объясняем, что мы никогда не задумываемся о том, что такое бра. Я сейчас все чаще и чаще задумываюсь о русских словах, которые на самом деле французские. А бра – не просто бра, а это первое. Вот бра – это рука, ребята. Это светильник. А у нас это называется светильник. Раньше он держался рукой, а потом рука исчезла и просто... А знаешь, почему? Потому что первое... Вот как освещались до 19 века... Факелы. Ну, свечами. Факелы кто-то держал. Да. Затем приходит 19 век, приходит газовое освещение. Вот эти вот бра – это как напоминание о том, что это первый частный особняк, который был освещен газовым освещением. Первый. Наверху – это не видать шкуры и воск, на которой охотился Герцог Камальский, будучи в Алжире. И так как сейчас закрыта галерея, закрытая большая галерея на реставрации, то у многих картинных большой галереи вынесены в продачные залы. Я уже вижу, что там кардиналы сидят. Что любил очень Герцог Камальский. Здесь никогда не могло быть картин, допустим, там, Ренуара, скажем, Сезанну, ни в коем случае. Только академическое искусство. И он первый из коллекционеров, который стал коллекционировать Николя Пусана. У него пять картин, это очень много. Посмотрите, Николя Пусан – это родоначальник французского крусицизма, художник, который был воспитан на Болонской школе итальянской. Приглашению к кардиналу Лиширье приехал в Афранцию, но очень недолго. И потом снова возвращается в Италию, где он уже умирает. Где живет до конца своей жизни. И Николя Пусан почему нравился уехать к Гамальскому? Потому что тот очень хорошо знал античность, очень хорошо знал литературу античную. И выбирал темы, где человек проявлял все свои качества выживания. То есть какие-то трагические эпизоды его жизни. И человек становился один на один с какими-то проблемами. И он все время пытался своими картинами ответить на главный вопрос. Где же место человека в природе и в истории? Поэтому его картины были всегда героичные. И это очень нравится Герцогу Амальскому. Картины Николя Пусана, его композицию правильного. Он очень строго вымерял композицию. Делал много рисунков. Делал маленькие фигурки. Располагал их как в театре. Он называл это ящик перспективы. То есть он очень много работал. Для него очень важно было правильное создание композиции. И как создавал композицию Пусана, изучал Пикассо. Очень любил картины. И очень много что брал именно Пусана. Интересные картины. Одна и вторая. Вот с левой стороны и справа. Ну давай подойдем пока никого нет. Потому что она действительно более такая яркая. Это я уже сняла. А вот интересные картины. Лансета. Мы закажем Людовика 15. Эту картину Людовик 15 заказал для Трианона. И здесь нам показывает обед с ветчиной. После охоты в эпоху Людовика 15 столы накрывались, где придется, где застанет время. Поэтому либо после охоты просто в парке в Версальском, либо в какой-нибудь из комнат. Здесь мы видим, что приглашенные женщины. И когда Герцог Амальский представлял, он сам показывал, он сам был виден в своей коллекции. Поэтому когда он показывал эту коллекцию, то он говорит, что его отец, ну и Филипп Орлянский, Карль Франции, он знал всех действующих людей здесь. Он со временем забыл. Поэтому он уже, вот сам Герцог Амальский говорит, в детстве он их знал, а потом он их забыл. Вторая картина. Я писал эту картину, когда он был в Италии. И был трой художник, директор Виллы Медичи в Риме. Куда отправлялись на учебу французские художники, получившие приз. Здесь нам трой показал завтрак, обед с устрицами. Мы видим, устрицы были популярны. Например, в Генах IV, седал до сотни устриц, считалось, что устрицы, они повышают, сохраняют мужскую силу. Поэтому мы видим здесь только мужчин. Мы видим, как в начале XVIII века были накрыты столы. В то время не имели права ставить бутылку на стол. Так и сейчас в хороших ресторанах подвигают вот этот вот ледничок. Абсолютно. Для этого существовал виндачеркой, как еще в средних веков. И вот эти слуги стояли за спиной и наливали вино в бокалы обедающим. Начиная только с Карла X, который безумно раздражали. Слуги, которые стоят у него за спиной, начали ставить бутылку на стол. При ком? При Карле X. При Карле X. Это брат Казьмёновой домик XVI. Но что здесь любопытно, самое любопытное, о том, что это впервые в 1736 году изображение шампанского. Это первое изображение шампанского. Тут я вижу что-то знакомое. Это вот это. А главное, что все куда смотрят? Все смотрят, смотрят. Оп. Куда? На пробку. Потому что совершенно неожиданно. Все смотрят на пробку. Совершенно неожиданно. Посмотри, они от неожиданности даже бутылку на стол поставили. Ага. Чего нельзя делать, да? Ну, как бы то, что не приятно было, да? Да, да, да. Потому что она настолько пострелила, что они вот смотрят на эту пробку, которая выскочила. Удивленно. Начиная с 1725 года, Людовик XV отдал приказ о том, что шампанское можно перевозить в бутылках, хранить в бутылках. И, в общем-то, это рождение домов шампанских. И первый дом, который был открыт, это рюнар. Поэтому можем представить, что это было шампанское рюнар. Мы видим то, как ели. В общем-то, сейчас это сопровождается точно так же. Конечно, можно сопровождать его шабли, а можно, конечно, и шампанское рюнар. Но мы с тобой совсем скромненько. Мы вообще мускады каким-то сопровождаем. Да, но мы хотели отметить твою годовщину. Ну, в последующий раз. Ну, такая вот картина. Я украсил гобеленами. Их можно назвать гобеленами, потому что именно вот эти вот шпалеры, они выполнены на королевской мануфактуре гобеленов. Когда вы видите, с правой стороны, вот внизу, видно знак Людовика XIV, да, в картушу. А наверху, на самом верху мы видим королевские мануфактуре гобеленов. И когда вы видите вот такие вот обозначения, то точно можете сказать, хвастнуться даже своими знаниями о том, что эта шпалера выполнена на фабрике гобеленов, против гобеленов в Париже. То есть их можно назвать гобеленами. И вся история этих 8 гобеленов, это охота Максимилиана, либо 12 месяцев. Здесь представлены 8 месяцев. У Николя Фуке его воли-виконта прошали 12 гобеленов XVI века в Бруссельске. И Николя Фуке отправился сначала на судебный процесс, потом навсегда вызвали вечную фирму. Что сделал Милет XIV? Он вывез из воли-виконта абсолютно все, даже апельсимовые деревья. Ну, конечно же, в том числе и мебель, и гобелены. И эти гобелены хранились у него в будущем Версалии. Гобелены были распущены Людовиком XIV из-за золотых и серебряных нитей, когда ему нужно было оплатить 30-летнюю войну. Но по просьбе его сына, незаконно рожденного, герцога Туузского, были выполнены копии на фабрике гобеленов, на фабрике гобеленов, братьев гобелен. Поэтому мы видим возможность, у нас есть возможность увидеть вот эти вот великолепные шпалеры, рисунки которых были выполнены в XVI веке. Здесь же специальный над камином, здесь запрячься камин, да? Ну, вот сейчас большая галерея закрыта, мы не можем туда попасть. Но наверху мы видим, что Бодри, художник Бодри, нарисовал над камином, например, в виде святого губерка. Святой Губерка, в виде святого губерка. А камин просто заслонил картины? Да, сейчас пока некуда картины делать, поэтому их сейчас вывесили во всех залах. Это большие картины, находящиеся в большой галереи. А это кто эти два картина? Сейчас, в виде святого губерка, вот посмотри, вот это камином. Губерк, святый губерк – это покровитель охотников. Его всегда изображают в виде оленя, и между рогами крест. А в виде вот этих рыцарей – это сыновья герцога. Очень плохо видно отсюда, прям, к сожалению, вообще невозможно. Видим, во-первых, интересное, Натья, официальный художник. Официальный художник 18 века, он рисовал представителей семьи герцогов в Орлеанских, такой парадный портретист, парадных портретов. И здесь он рисовал нам мадемуазели, дочери принца Конде на водах. И два Шампень, две картины портрета Шампень. Шампень – официальный художник, а пусть или только чатурист, портретист. Ага. И здесь мы видим двух кардиналов. Мы видим с левой стороны кардинал Ришелье. Да, а справа Мазарине. Да, очень много таких портретов, именно как мы сейчас видим кардинал Ришелье. Не знаю, насколько, может быть, я ошибаюсь, но мой преподаватель по искусствоведению французский мне объяснял о том, что портреты стоя разрешено было рисовать только монархов и членов королевской семьи. Все остальные, не королевская семья, обязаны были сидеть. Поэтому мы здесь видим кардинал Ришелье, у него лежит с левой стороны на столе не просто книга, а что еще рядом стоит? Это часовня Сорбонны. Его часто изображают с Сорбонной, с макетом Сорбонной. С правой стороны мы видим его последователя, последователя кардинала Мазарини. И вдалеке виднеется замок, Винсенский замок, где Мазарини и умер. Это Винсенский замок, принадлежащий королевской семье, начиная с 14 века, потому что замок был построен Карлом V. И я маленькую скобочку для туристов, что в Винсенский замок на метро доезжаешь просто в Париже. Ну да. В Винсенский лес. Да, Винсенский лес. И там очень симпатично. Я не была внутри, или я была внутри, у меня нету. Он пустой абсолютно. Ну мы здесь видим скульптуру, которая очень живой. Это скульптора эпохи тоже 18 века. Вот типичный стиль, когда французские скульпторы ищут вот эти тонкие формы. Винсенский период греческой культуры. Пальчик. У нее, наверное, заноза. Ну вот такое вот любили, чтобы было все очень мягко, очень женственно, никаких угловатых форм. Эротично, но так, мягко, эротично. Ротон, да. Как в Афлоренции. Там тоже ротон даже называется в Академии. Ой, ой, Боттичелли. И что здесь интересно? Потому что вот как герцог Амальский повесил картины, вот никто не имеет права эти картины перемещать, если только какие-то картины не уходят на внутреннюю экспозицию. Как интересно он расположил. Во-первых, наверху. Это типично для 19 веков картинная галерея. Свет попадает, посмотри, сверху. Мы видим Валеру Яль. Посмотри, Валеру Яль, Валерова, Амаль. Это детей генетички любят. Это те места, с которыми связана семья герцогов пролянских. Наверху. Нет, это не Боттичелли. Боттичелли. Ну, конечно. А я всегда так с порога. Ой, боттичелли. Он расположил свою коллекцию, смотря как любопытно. Вот с левой стороны, это представители неоклассицизма французского. Ага. Напротив, их противники. Представители неоромантизма, неоклассицизм и неоромантизм. У неоклассицизма главный представитель является Энгер. О, портрет Энгера. Ну, ты мне такие пальцы вон с левой стороны. Вот портрет Энгер наверху? Да. Это ученик Давида, который был рисован в стиле неоклассицизма. Его картин очень много в юрии. Долгое время был председателем жюри, поэтому не пропускал никого, кто рисовал не в стиле академии. О, господи, в Париже всегда так. У него знаменитая Энгера Венера. Ага. Он все время таких рисовал девушек. Посмотри, великолепный. Наполеон. Наполеон. Жерар, ну, тогда он рисовал Жерар, рисовал Наполеона, когда он еще был генеральным консулом. И выше великолепный. Что делал хорошо Энгер, по-моему, это рисовал портреты. Портреты у него, конечно, чудные. Ну, и тема, конечно, которую он выбирал, это тема греческой металлогии. Сейчас снимаю. Это противоположное неоромантизма. Ярким представителем неоромантизма, скажем, разноначальником неоромантизма, это был Делакруа. Поэтому мы видим картины Делакруа. Что такие темные? Что ж они так потемнели? Делакруа здесь нарисовал тему, которая очень историческая тема, убийства герцога Гильза Блуа. А, в принципе, Делакруа. А, вот это? Да. Человек, который нарисовал наверху, его очень любопытный камер-портрет. Делеран – это мистер Наполеона. Это именно он, Буру, стоял за арестом последнего принца Конде, ну, молодого принца Конде. Когда Герцог Амальский показывал свою коллекцию, он останавливался перед этим портретом человека, который, в общем-то, уничтожил, его родственника отправил. Вместе с Наполеоном отправил на смерть. И он говорил, посмотрите, как необычно, посмотрите, какие пальцы, они похожи на когти дьявола. Мне очень нравится, что портреты Сибелина здесь. Ну, здесь представители различной школы. Наверху – это Ван Эйк. Ван Эйк нарисовал портрет Гостона Орлеанского. Это брат Розенка Тринадцатого. Этот портрет возникал английской королевской семье. И когда Герцог Амальский был в Англии, то английский король ударил этот портрет Герцога, потому что это его предо-предо. Но с правой стороны портрет Гостона Орлеанского. Следующий – Шампинь монашеньки. Вато. Характерная для Вато. Венера отбирает у Амура оружие. Художник эпохи Людовика XV. Кистиль Рококо сочетается с Вато всегда в едином целом. Ну и, конечно же, Николя Пассан Кесеев находит. Отсвечивает, не берет. А вот итальянство. Давай итальянство посмотришь, потому что это самое восхитительное. Наверное, самая значимая картина из этих корней, с левой стороны, это алюминий. Где? Вот с левой стороны, не знаю. Вот эта маленькая. Да. Наверху – Мазани. Мазани очень любил его тоже. Триптик. Мазани. Вот с левой стороны вышел он влюминий. Видишь? А внизу – влюминий. Когда герцог амальский поступал, он думал, что это Леонардовичи. Потому что Леонардовичи очень похож на Леонарда. И чуть позже уже было вызвано, что это Леонардовичи. И то, что мне вот влюминий очень нравится, с правой стороны в середине, это Франциск. Там Анжелика, нет? Нет. Это Франциск, который получает… Это обручение Святого Франциска, который женится на бедности, на бедности, нравственности и одухотворенности. Посмотри, они как бы… Это он у них обручается, потому что он дает обет быть верным, бедным, праведным. И они, посмотри, они же не знают, видишь? И только одна к нему повернулась. Бедность. Ее легко узнать, она без ботиночек. Босиком. Босиком. Тайное обручение Франциска. Мне очень нравится. Но это не Ботичелли, это школа Ботичелли, а вот это Ботичелли. Только какой-то жуклый. Потому что тут стекол нету, ничего не защищает от солнечного света, они выгорают просто. Но здесь нет цвета. Ну да, вот кукол. Нет, этот цвет никогда не позволит. Почему сделано? Все галереи… Так, ребята, оказывается, картина Ботичелли называется «Вред алкоголя». А почему? Вот эти уродцы, да, это что будет? Да, это то, что будет. Это то, что будет, если женщина будет пить? Ну, не будет. Суть какая-нибудь. Если бы такие веры продавались, я бы их купила все, сколько они не стоили, но они не продаются. Это перламутр настоящий. Так, у меня… А, да-да-да, конечно. Это я помню. Здесь находились еще сокровища, драгоценности семей Ботканды. И главным сокровищем был розовый бриллиант. Очень редкий бриллиант. А он тут есть? Розовый. Ага. Понятно теперь. Но в 1926 году здесь был настоящий драгоценность, настоящий розовый бриллиант, который был подарен Людовик в 15-е. И в 1926 году приходят служащие, после выхода из дня, и ничего нет. Здесь за шторой трячется окно. Была поставлена лестница, и сюда забрались воры, и украли все драгоценности, в том числе и розовый бриллиант. И так и не нашли, да? Как бы об этом все знали, его искали, но никаких следов, никаких путей, поисков не было. И это совершенно неожиданно. В одном из бедных там отелей, около вокзала, зеверного вокзала, если я не ошибаюсь, уборщица убирала комнату, увидела яблоко зеленое большое, и решила его съесть. Ну, стоит яблоко. Когда он вот кусил, в нем был розовый бриллиант. Поэтому розовый бриллиант вернули владельцам, а другие драгоценности больше не нашли. Ну, понятно, что сейчас выставлена кофе. Ну, а сейчас прятать в яблоко, а яблоко бросить, это, конечно, потрясающе. Ну, они не ушли совсем, они просто вышли куда-то. В общем, никаких присутников, никто не нашел. Ну, я показываю теперь кто-то. Естественно, редкий розовый бриллиант. И дальше идет очень интересная галерея, галерея. И он зовут галерея Психея. К сожалению, сейчас она закрыта картинами. А самая главная ценность этой галереи – это витражи 16 века «Грязай», который рассказывает нам историю о мурой Психеи. Одной из самых, наверное, интересных достопримечательностей коллекции. но ее не показать, не рассказать. Поэтому для тех, кто захочет приехать, сюда будет купиться что-то новое. Сейчас я пытаюсь вот такую панораму снять, но у меня включается автоматически свет, и он отражается. Ну, понятно, миниатюрочки. Понятно. Так, а это галерея, да? Все картины временно сюда повесили, потому что у них какой-то идет Генрих IV, да? Да, такая вот, скажем, почти посмертная масса. Ты знаешь, мы с Танькой были на выставке в Берлине в музее. Там были выставлены, как это называется, бюсты. Выставка бюстов. Ты знаешь, жуткое ощущение. Они сделали в темноте, высветили. Вот ощущение, что это живые люди. И я сейчас вижу от этого бюста такое же впечатление. Там были из разных эпох. Такие бюсты готовили, когда делали посмертные маски. Для чего смысл был посмертных масок? Когда умирал король. Ну, допустим, или короля. Возьмем короля. Умирал король. С него сразу же снимали гипсовую, восковой слепок. Для того, чтобы потом сделать надгробие. И надгробие должно было быть абсолютно похоже на... Идентично. Представителя, да. И плюс еще когда... Еще вторая необходимость нужна была. Потому что когда король умирал, то он целый месяц лежал в зале. И он как бы живой еще был. И ему приносили еду. Ставили. То есть с ним вели себя как будто живым. Но понятно, что не могли же поставить... Оставить останки. Поэтому это лежала кукла. И никуда бы не догадывалось, что это кукла. Вот эта вот кукла как раз была и сделана из... Вот эта вот рисковая маска посмертная. Потрясающе. Куро. Представитель... Виолончель. Да, это вот такой вот концерт. Сельский концерт. Интересно, а как он ноты видит, если они повернуты кверху ногами? Она не видит. Это она поет. Это она поет кулотом? Она поет. Может быть, это ноты, может быть, это стихи. Но Куро художник, частный посещающий Барбизон. Один из первых художников, который сначала селится в Барбизоне. И оттуда и в школу. Да, да. То есть у нас как бы каждая экскурсия, она продолжает в предыдущем. Затем целая серия художников, которые посвящаются восточной теме. А лжи ходят. А лжи. Восточная тема, да. Верные. Мы видим гроб. Вот интересная картина гроб. Это освобождение Наполеона, освобождение пленных в Яфи. Он нарисовал эту картину как подготовительную, потому что картина необычайно огромных размеров висит в мире. Декан. 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 Люблю. Любишь Декама? Да. А слушай, пока ты смотришь, я хочу кое-что сказать про Декана. Потому что Декана Александровна говорит Декан. Какой интересный. Мне не очень знакомый большой публике. Это не такой самый. Он представитель французского романтизма. Что он сказал о народе Бальзак в своей повести «Дело батюки». И он пишет о Декане. Очень хорошо, если он очень понравился. Один из современных нам художников Декан совершил, владеет искусством заинтересовать тем, что он изображает. Будь то камень или человек. Покажи картину. В этом смысле Карандашево отличается большим мастерством. Большим мастерством, чем его кисть. Он нарисует пустую комнату, поставит там метлу в стены, и вы сотрогнетесь, если он того захочет. Вам подчерится, будто эта метла была орудия преступления. Будто она измивается, что она запачкана кровью. Вы изображаете, что она самая метла, которая вдова банками, побитала комнату, где был убит Фюальдис. Да, художник растрепал метлу, как будто это голова разъявленого человека. Он с хероши или грудья, словно это вставший дыбом волос, сделает ее связывающим звеном между тайной поэзией своего возображения, воображением и поэзией, пробужденной вашим воображением. И вот, нагнав на вас ужас этой метлой, он на завтра нарисует другую. После нее клубочком свернется кошечка. Из носа спящей кошки будет какая-то таинственность. И вы поверите художнику, что это самое метло, на котором жена немецкого сапошника летает на шабаш. И, наконец, он изобразил самое безовидное метло, на которое повесил всю рту кучуновник. Кисть декана, как осмычок, погонение гипнотизирует. Мне безумно понравилось. Это Бальзак. Это Бальзак. Такая тоже Делакруа. Это Делакруа. Опять же, неоромантизм. Это он нам показывает до Фаскани. У Веры есть такая опера или нет? До Фаскани. Ну, естественно, показывает Дебрид Дестребна. Это подруга Генрика Четвертого. Показывает одного ребенка, второго ребенка. Кормилицу там, кухарку. Ну, в общем, а она в ванной. Это картина, которая интересна, это Рафаэль. 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 Папа очень любил Рафаэль. Он его сразу застекал в любом музее. Сразу папа говорил, Рафаэль. Коллекция Герцега Амальского славится своим Рафаэлем. Называется «Мадонна Лорецкая» либо «Мадонна Суалья». И что необычно, что когда Амальский ее покупал, он ее купил как копию Рафаэля. Потому что это самое часто нарисованное, самое часто изображение, копируемое Рафаэлем при жизни. 121 копия при жизни Рафаэля. А прожил он всего 34, по-моему. Нет, 121 коллекция. Нет, я говорю, сколько он успел накопить. Не он копировал, привученики копировали. А, привученики. Это самое копируемое привученики картины, при его жизни. И почему называют Лорецкая? Потому что она висела и была заказана в церкви Лоретт, Нотр-Дам-де-Лоретт. И вдруг она оттуда исчезла непонятным образом. И монахи якобы повесили туда копию. В итоге, когда Герцог Камальский купил эту картину, он купил ее как копию. Оказался оригинал. И уже в настоящее время, в 20 веке, англичане снова, они все же, представляю, каталоги перебирают, они все-таки заподозрили о том, что здесь конкретно висит подлинг Рафаэля. Они снова ее обследовали и доказали, что это настоящий Рафаэль. С ума сойти. Один из первичек Дель Вага, тоже у него очень любопытное святое семейство, он учился у того же учителя, что и Рафаэль, и помогал Рафаэлю расписывать секстинскую капеллу. Вот такой стиль где-то похож. Виранезе, наверху. Виранезе, да? Да, Виранезе. Ну, а тут ты ни с кем не перепутаешь никогда. Очень интересная картина, которую мне тоже очень нравится. Козимо. Козимо, он после Боттичелли. И явно под влиянием. Да. А главное, что он нарисовал, почему под влиянием, потому что она так и называется Симонетта Вискуччи. Которая умерла еще вообще, наверное, очень сильно задолго, да? Потому что она же умерла еще в жизни Боттичелли. Он просто так... Симонетта Вискуччи... Слушай, копия было лет тогда, но она... Очень молодая, еще больше 20 лет. Симонетта Вискуччи была любимой, единственной моделью Боли Боттичелли. И потом она и по памяти рисовала? Нет, Боттичелли ты рисовал по жизни. Это Симонетта... Это вот Пьерро де Казима рисовал ее. Как бы... А разве ее Боттичелли не пережил? Он пережил, но он уже... Она была же образом только. Мы видим, что это посмертный портрет. Очень... Казима рисовал ее уже как посмертный портрет, но я никогда, конечно, не видела. Поэтому он рисует ее под камень-камею. Точно такой же портрет здесь у Боттичелли. Причевка потрясающая. Девушки, может быть, кто-нибудь воспроизведет вообще такое? Косы, жемчуга. Ну ладно, козы жемчуга. Ты будешь брить лоб? Они не брили, они выщипывали. Нет, выщипывали, Ален. Они выдирали. Выдирали? Ну, не то, что выдирали. Был специальный состав. Ну, как у нас, аппеляцию делали. Он был намешан. Я сейчас уже не буду точно говорить, из чего. Я уже забыла. Но я помню, когда читала, меня это поразило. Ну, и аппеляция. Ну, и аппеляция. Там просто намешано сколько было. Воск – это самое простое. Там была какая-то моча ослицы, либо там кровь лягушки еще добавлялась. И вот эта вот жуткая смесь, она... Чтобы лоб был высокий, да? Чтобы лоб был высокий. И бровей не было. Ну, как и Монолиза. Господи, а Монолиза, у нее нет бровей? Тоже нет. Мода была, когда нет. А, то есть я на Монолиза была похожа только пока я брови не начала рисовать, как по моде. Сейчас же модно брови. А я ненавижу эту моду, потому что я сразу... Как только я себе нарисовала брови, мне перестали говорить, что я похожа на Монолиза и стали говорить, что я Лидия Вертинская. То, что сам называл герцог Мальский – сокровищница. Потому что сюда он развнестил то, что он считал наиболее сокровищем для себя. А с правой стороны – это Рафаэль. Три Граци. Это единственная картина 1504-го года, которую Рафаэль нарисовал на светскую тему. Когда приходят сюда иногда туристы, они говорят, это что, правда, подлинный Рафаэль? Да, конечно. Потому что окружности, вот эта вот система окружности... что подлинность. Они сомневаются, что вот просто так, можно копию нарисовать, что просто так подлинный Рафаэль висит вот в такой вот незаметной, скажем, комнате. Понятно. Ну, конечно, Рафаэль. Потому что ведь Рафаэль, ты знаешь, да, как... Знаешь его особенности? Вот эти вот окружности. То есть, если ты берешь любую линию Рафаэля, ты можешь нарисовать... Ты можешь нарисовать... Я поняла, что они сомневаются. Я тебе объясняю, в чем отличие Рафаэля от всех других художников. Ты от любой линии проводишь окружность. И получается, что все его... То есть, так же Леонардо Винчи у него как спираль. То есть, как бы, у него затягивает взгляд. Про Леонардо, не знаю, про Рафаэля мне мама объяснила. Леонардо абсолютно точно. Ты вот смотришь картины, рисунки Леонардо, у него все время... Да. Потому что Рафаэль уже знал, как рисовал Леонардо, уже младше Леонардо. Ну, да. Он пережил его на один год. Всего-навсего, да? Всего-навсего. Кто кого пережил? Да, Рафаэль. На один год Леонардо пережил. Ну, родился-то просто Леонардо намного раньше. Другое. Туристов другое удивляет. Не то, что рисовал Рафаэль или нет. Они удивляются, что это не копия Рафаэля. Они не верят, что это подлинник Рафаэля, что это подлинная картина Рафаэля. Они копия выполнила кем-то. Они не верят, что здесь, в таком музее, который не храняется, могут висеть подлинные картины. И не убедить о том, что это не копия. То же самое, с правой стороны, еще один Рафаэль. И называется Мадонна Орлеанская. Она принадлежала роду Орлеанских. Ее Филипп Орлеанский, тот, который стал Филиппом Беллете, просто продал в свое время. И герцог Ормальский, он ее искал и ее купил для того, чтобы она вернула в коллекцию семьи. Слушай, какое все-таки чудо Рафаэль. Сейчас я перестану снимать и просто говорю, ребята, извините, но я не могу через объектив и должна живьем посмотреть. И этот часослов, который был нарисован Жаном Фуке. То, что называется иллюстрацией готического, готической живописи нет, как таковой. Готика – это скульптура, это архитектура. В эпоху готики рисовали миниатюры, иллюстрации. Подожди, а что это? Кому это что-то вырывают? Послушай, это жития святых. Поэтому здесь каждая картинка, она рассказывает нам различные жития святых. Видишь, это и Петр. Он попросил, чтобы его, когда распинали, он сказал, что он не достоин будет распят, как Иисус, поэтому он попросил, чтобы его распяли вместе. Ну, в общем. Это время того же самого числаского герцогоберейского. Ну, понятно. Вот та картина освободилась, да, подойдем? Ну, это вот свадебный сундук, потому что когда девушка из богатой семьи выходила. Подожди. Я вот так встану, чтобы у меня не обсучил. Когда выходила замуж, то ей для того, чтобы сложить приданное, мне это приданное делали в сундук. И этот сундук расписывали художники. И вот целый сундук был расписан на Филиппино Липпи. Это ученик Баттичелли. А Баттичелли был учеником его отца Филиппа Липпи. Здесь нам показывают темы очень часто. Часть этого сундука находится в Лувре, но здесь интересно то, что рассказывает нам история Эстер. И видишь, что любопытно, мне что Липпи очень нравится у сына. Одна эта тема рассказывается целый рассказ. Мы видим целый рассказ. На заднем фоне с левой стороны вдалеке мы видим о том, как султан приглашает свою жену. Она не пришла, и поэтому она была просто изгнана. Затем он начинает выбирать невест. Это книга бытия от Исфир. И он выбрал Исфир среди всех красавиц. И вот она несчастная плачет, потому что она иудейка. А он не знает, что она иудейка. И она становится его женой. И в итоге она становится его женой, но она не хочет, она не может, не другая вера, она скрывает ее. И в происки визиря, визит, в происки визиря против еврейского народа, он уговорил султана, объяснил, что они должны быть уничтожены, и султан согласился. Поэтому на всех домах, где жили иудей, был поставлен крест для того, чтобы всех уничтожить. Исфир об этом узнала благодаря своему дяде. И она понимала, что она не может напрямую к султану обратиться на яхте, не то положение. Поэтому она приглашает султана и визиря к себе в гости, накрывает великолепный стол. Вот там сзади как раз показывают великолепный стол. И когда он был расслаблен, он спросил о том, что же она хочет. Она рассказывает о том, что какой визит был, какой он плохой. И тогда визиря отправили на виселицо. А султан не мог отменить уже свое приказание. Поэтому он единственное, что сказал, пусть они защищаются с оружием. Поэтому книга бытия от Исфиль и она считается у них спасительницами народа. Есть праздник евреев, посвященный вот этой теме. Это явно украшение для потолков висело, потому что такой ракурс, амурочка может только на потолке висеть. Вот здесь ну не знаю, кусала. Слышишь, кольцовская школа 17 века это абсолютно школа кусана. Да. они похожи тут вот. И затем неоклассицизм Энгра взяли вот этот стиль кусана. Понятно. А это посуда. Столовая, серебро и золото, да. Сервизики. А у тебя чашечки? А вот почему ты такие чашки любишь? Нет, где ты насмотрелась. но мне более нравятся вот такие собаки и шеры. Ага. Мне нравится очень скромный стиль фарфор кофейный стиле фарфора шентили. Ага. Ой, вот это мне очень нравится. Да, мне нравится. Это то, чем кушали настоящее. Я хотела, чтобы пользовались. Нормально так в быту просто. Затем различные фантиллярки, макуры. Понятно, что все посвящено. Это уже наших дамочек сюда надо. Очень люблю столовое серебро. Я думаю, не только я. Смотри, какие чудные супницы. У меня Юля как раз в такой супнице подавала такими суп с молоком кокосовым. Оказывается, в нем очень долго сохраняется тепло. А еще можно их и подогревать, мне кажется. Вот там внизу видно. Очень красиво. Вот то, что сейчас упростилось, я считаю, не хрусталяне. Говорят, это не модно. Да ничего подобного. Выпустите все это. Все модно. Это очень красиво. Если у тебя есть возможность купить вот такие великолепные хрустальные рюмки, так почему из таких хрустальных красивых рюмок тебе не выпить? Как хорошо. Все хрустальные рюмки стоят в ящичке пластиковом уже ненавностью. Ужасно. Надо, чтобы оно стояло нет. И я у мамы уже давно убедила, что хрусталь должен стоять на столе. У меня просто нет хрусталя, я не могу подставить. А как хорошо у Волонда? У Волонда, когда просыпается, когда там хрустальные рюмки была вот такая. Хрустальные рюмки. Вот так вот. Помнишь, когда Степан, когда администратор варьете, когда он просыпается после похмелья и перед ним сидит Волонд, и перед ним вот этот вот стол, и рюмка хрустальная, в которой была запотевшая холодная водка. Хрустальная рюмка. Вы же понимали толк, с чего пить надо. Волонд понимал толк. Не, ну правда красиво. Просто мы упросились, если у тебя этого нет, ты всегда скажешь о том, что это не модно, ничего подобного. Это все модно, потому что это красиво. Ну как меня ругают за старинные кружева, говорят, что они меня старят. Я говорю, ну если меня кружева старинные старят, то сразу на 300 лет. Это такая ваза? Да. Садовая. Угу. 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 Куда поставить такую вазу? Угу. Кабинет портретов. Это портреты королевской семьи. Угу. Было Франсуа Клоуэ и Жан Клоуэ. Официальные портретисты, они фламандцы тоже, официальные портретисты двора Франциска I, Генрих. Чуточку погромче, а то они... И Генрих II. Не, ну тогда просто камера. Ну как хочешь. Смотри, вы видите здесь портрет королевской семьи, который легко изнано... Маргарита Валуа. Угу. Я с твоей женой Генриха Наварского. Как хорошо они делали портреты. Смотри, мы наверху видим портреты, которые чаще всего, когда даже в интернете набиваешь Маргарита Валуа, королеву Марго, тебе сразу вылетает именно портрет вот этого. Подростковый. Да. Вот который второй сверху. Да, потому что на дне находится портрет, официальный портрет Екатерины Метичи. После того, как она в 40 лет осталась домой, до момента своей смерти, в 71 год, она всегда одела черное веже, чтобы всегда была в черном. Здесь мы видим портреты наверху. Ну, понятно, что они, эти портреты уже такие, нарисованные в 16-е веке, показывают нам, показывают Анну Бретонскую. Где? Вот, в середине. Посмотри, справа, в середине, наверху. Там, где двойной портрет? Да, это Анна Бретонская и Людовик XII, герцог Орлеанский изначально. А Анна Бретонская одна из вообще королев, которая дважды была замужем за французские королями. Интересные портреты. А это Елизавета? Нет, 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 это Шарлотта Монваранси, который был влюблен в Генрия IV. На противоположной стороне Диан де Пуати. Это внизу самая, бледная такая? Она же красавица. А почему же ее так нарисовали-то недоброжелательно? Ой, кошмар. ну почему нарисовали? Она была старше на 19 лет, Диана Ха второго. А наверху ее противница с опетницей Которая была его жена законная, да? А в спальне, по-моему, у них у обеих были напротив у Уври, да, ты мне говорила? Они не напротив, они были каждые, с двух сторон от спальни короля. То есть в одну сторону была спальня жены, а в другую любовница. первая, когда он был верцик ангелемский еще. Наверху вот там вот женщина, это Изабелла Баварская, она это вторая жена Хунциска I. Хунциска I. Таких интересных бусики, как у меня. Целые король продаж сыновей. Это все бесконечные. Это сыновья Генриха II и Екатерина Ильича. Портрет наверху раз, два, три, четвертый портрет наверху это Карл VIII. Но это все портреты, Клоя понятная не видела, потому что Карл VIII был муж Анны Бретонской и она вторым браком вышла за кузена твоего родного брата. Понятно. Мы видим здесь портрет очень хорошая Анде Монморензи. Я бы не вижу. Вот этот Анде Монморензи. Видишь, Анде Монморензи. Обычно вот так если не ошибаюсь, Карл Десятый Карл Девятый такой младенец это потому что мальчики до определенного возраста носили платье девочек пока не воспитывались вообще. я не знаю. Серьезно? Ты посмотри Тулас Латрека Тулас Латрек был из гавской семьи, поэтому фотографии Тулас Латрека от 3-4 летнего возраста он стоит сладиться. Пушт какой. А потом удивлялись почему они все потом имели какую-то странную ориентацию. Генрифа Второго тоже чаще всего мы говорим про Генрифа Второго мужа Петри Менеч и Бомка Диана Пуати сына Франциска Первого очень большого друга Анде Монморензи не просто друга а король считал что Анде Монморензи прямо ему отец он таким действительно был это тоже портрет это тоже портрет кстати пишет там тоже я думаю Карл Франциск в стороне Карл Дерятый и с левой стороны Генриф Третий Генриф Третий человек который ну рядом с ним портрет его матери и Генриф Третий это тот король который это та же которая там слева а зачем два раза один портрет два скажем значит так Маркиза Пампадор Маркиза Пампадор так затем здесь внизу мы видим два портрета потому что этот зал портрет развитие портретов французских но отдельная тема тут можно зависнуть до завтра мы видим портрет герцога Прованса который вот герцога Прованского герцог Прованский это будущий Людовик XVIII и рядом с ним с правой стороны это будущий Людовик XVI вот это уйдите мне пожалуйста вот это будущее слушай а очень хорошо когда они лицо можно представить они братья родные это старший брат это младший брат Людовик XVI отрубили голову на площадь на его согласие после реставрации в 1915 году после победы тоже скажем Наполеона Людовик XVIII становится королем очень похожим у него не было детей и последним королем он становится еще 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 портрет и карол X и все старшая линия бурбонов закончилась интересные портреты XVIII века и боток интересные картины боток 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 его тоже легко всегда узнать потому что у него такие округлые формы все что соответствует стилю рококо нежные таны чуть-чуть расплывчатые в общем-то близко к компрессионизму когда они вошли салюн тусон это кружева шамтини их моду пошла герцогиня амальская меня останавливает их носить только то что они черные это было очень модно это было очень модно ношение черных кружев ввела герцогиня амальская и императрица Евгения а ты уверена что шинти они только черные нет белые и черные есть белые и черные но в моду они вошли благодаря вот этим вот это совсем другие кружева чем видите они легенькие такие вот как вышивочка совершенно не похожи они сейчас хотят восстановить настоящий фарфор фарфор ну фаяр с большим монозамом видите вот этого цвета очень ватного это герцог амальский это его жена это у меня сестра герцог амальский это картина это картина 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 шляпка видишь какого цвета ценоватого это тогда когда он открылся раньше чем сербской посмотри какая потрясающая как какой а это мать герцога это не фотография нет какая фотография не было ах какое лицо ребята это школа барбизонов в которой мы вам сделали экскурсию я дам ссылочку на экскурсию по барбизону там была но уже некогда нас выгоняют мы зависли и не успеваем уже в деталях снимать только так в общем я думаю что вы уже тоже там уже съели выпили все что было в холодильнике мы у нас что купил картину картона французский художник он думал что это ну что ж он так это не не джон мне кажется танец мне очень нравится танец ангел очень красивая картина ну тут уж в лондон надо ехать потому что там этого добра все здесь есть египетская темно то тут который воспитывал людовика 15 это вот как раз герцог герцог орлеанский который рассчитывал думал о том что он будет верно я нарисовал будет кто думал что будет лошадью вот это жизнью до меня уже доходит это тот который эту ткань уж не построить мари антуанетта мари антонет ребята мария антонет он рисует филиппа первого орлеанска вторая жена филиппа первого орлеанска это брат ледовика 14 родной кого мазарини воспитывал специально как гея чтобы он никогда жизни не претендовал на король это вот это мальчик в смысле алена нет варенка женщина филиппа первого орлеанска была первая жена генриет английская так и затем после ее смерти неожиданной скорее всего отравлены этими любовниками филиппа первых он женился вторым браком уже на графине герцогине палеонтина была толстенько может быть и неказистая она была великолепная женщина была большим другом честным настоящим другом людовико 14 и жена уже филиппа орлеанского тот который голосовал за смерти короля людовика 16 тот который стал филиппом билеты и она мать бабушка она бабушка герцога мальского почему это все называется чем запутались ну и такая комната мало ха нам показывать ему герцога мальского это он это уже все это перед смертью он уже знал что один умер он умирает жена у него его двоюродной сестра поэтому возможно дети были возможно и даже один умер в австралии другой умер в шестнадцатом это аппараты три года до пятнадцатого ой какая роскошь у нас просто уже нет ни сил ни времени память все таки это парадный портрет они выезжают из герсаля все ему пять сыновей с правой стороны самые крайние это герцог амальский а с левой стороны с правой стороны от короля это фердинанд фердинанд она мне уже в буквальном смысле двери захлопал молодости это вот как раз тут он перед кадерка рву арестовал схватили захватил победил герцога мальский но свои ходы точнее он перешел вам фас на уаре вас мог освободить только на 3 3 3 когда большие Он дал оружие, подарки Абдель Кадеру и отправил его обратно в лошадь. Посмотри, какой он был. Вот так выглядел до революции замок. С левой стороны выглядели, а справа это все снесли в 50 лет. Ну они у нас тут много чего снесли. Ой, к сожалению. А мы с мамой очень любили гулять в Сен-Клу. А там же снесли дворец, там вместо дворца вообще площадка. Сейчас они хотят построить там отель. Так, сейчас выключу. Ребята, в сувенирной лавке тут прямо в музее можно купить копии тех сервизов. На нас орут, чтобы мы все уже уходили. Копии сервизов королевских. Мы, конечно, сейчас покупать не будем. Но, в принципе, вы можете приехать и купить еще тут всякие... А, а вот здесь продаются в любом музее парижском обязательно духи. Но это туфта и обязательно копии... Ну подожди. Обязательно копии украшений королевских. Так что всегда, если вы не знаете, что одеть, можно купить. Сейчас. Чего? А? Думочку. Сумочка, а сколько стоит? Думочка. 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 Ну да. Ой, слушай, какая прелесть. Я хочу такие наволочки. Ну тебе больше это подойдет. А сколько это стоит? Не знаю. Смотри. Это сделано, как они пишут, номерное, не в Китае. Обязательно упоминаю, что в Китае. Я хочу, я хочу, хочу наволочки. Вот такие вот. Но, к сожалению, они нас уже гонят. Касса, наверное, закрыта. Нет, открыта. Она открыта. А сколько стоит вот такая? Не знаю, Алена. Посмотрите. Ну ладно. В другой раз. В другой раз. Вот всегда так. Кажется, что все это доступно. Короче, ребят, сейчас я последнее для девушек тут одну витринку сниму. Значит, вот тут вот я говорю. Украшения, которые как бы похожи. Вот, например, такая брошка. Сколько же она стоит? Брошка, часы. В общем, копия всяких украшений, которые якобы королевские. Погоняют, не дают ничего купить. Надо было раньше мне раскачиваться. А там дальше идут покои герцогомельского. Они сейчас закрыты, да? Они дождь заводят только с гидами своими. То что, дождь? Нет дождя. Ага. Все нормально. А мы же тут были. Правильно, мы были здесь. А, мы сделали круг. Ну, понятно. Аллочка, а ты про маму свою говорила, что мама сидела тут летом. А, здесь, ну да, конечно. Здесь, она же не летом. Это была весна уже поздняя. Парк очень большой. Угу. Лучше всего его посещать на таком электромобиле. Садишься, есть маршруты, и объезжаешь этот парк, смотришь лабиринт, проезжаешь по великолепному парку. Мы сейчас поднимемся к созданному Андре Леонотр. И вот у меня мама, когда здесь была, это была весна. Я понимаю, что в России было холодно. В Петербурге, наверное, было холодно. Мы сидели с ней на улице. Вот такая шампанская, клубника, залитая вот этим знаменитым кремом Шантии. Утки, которые бродят, как и руководство. Конечно же, кажется, что она сказала, что что может быть еще прекраснее. Ключо. Да, парк Шантии, созданный великим гением Андре Леонотром. Которым создан Версальский парк. Который в первую очередь создал Воли Викон. Да. Давай спустимся. Это человек, который сделал из искусства создания парков искусство. Создал из профессии обычного садовника. Садовника искусство. И он почитаем во Франции, как, я не знаю, Леонардо да Винчи. Он создал французский парк. Он создал типичный французский парк. Знаешь, куда вдаль уходишь? Много мы сейчас не увидим, потому что не сезон, ребята. Гектар. Если не ошибаюсь, 115 гектар – это лес Шантии, принадлежащий домену Шантии. И 17 гектар – то, что мы можем с вами объездить на машинке. На электромобильчике. Да, на электромобильчике. Наверное. К сожалению, и в адрес критика, такая критика в адрес Академии Наук, потому что это их владение, этот парк очень проигрывает по отношению к парку Воли Викон, который находится в руках графа Вогио. Ну, там и там частные. В руках чьих? Графа Вогио. Графа Вогио. Это тот, который владеет волей Викон. Который мимо нас бежал, когда мы сидели, пили кофе. Там, понимаешь, такой пронесся, ты говоришь, а? Хозяин побежал. А может быть, я уже не помню. Здесь, что восстановлено как бы более лучше, это вот анфилада фонтанов, потому что это фонтаны, но как вот, ну, как-то более скромные. Хотя скульптуры очень интересные, все подстрижено. Очень большое парк, есть ферма, есть там овечки ходят на природе. Поэтому, я думаю, что как только будет теплее, когда зеленеют, зеленеют деревья, когда появится, ну, это где-то апрель, наверное, апрель, мы снова вернемся сюда, чтобы уже показать. Скажи, пожалуйста, а Сан-Клу это не Ле-Конт? Ла-Конт? Фу. Ла-Конт? Нет, Андре-Ла-Нотр. Ла-Нотр. Слушай, я уже, извини, устала. Ла-Нотр. Сан-Клу это Ла-Нотр. Потому что Сан-Клу это королевский дворец. Был. Который снесли под корень. Там камня на камне нет. Но парк остался. Остался. Он очень напоминает каскад в Петергофе. Нет, и фонтан, и сад в полном порядке. Там всегда цветочки, там все. И фонтан остался. Он не остался. Я все понять не могла, что это за площадка такая. А потом в какой-то исторической передаче французская увидела, что там, извиняюсь, стоял дворец Джозефины? Нет. Она жила. Это не дворец Джозефины. Они не просто. Когда Наполеон уже стал главным консулом, то они жили в Сан-Клю. Ага. Нельзя назвать его Джозефиной? Ну его как бы так в народе называют, потому что она последняя там жила, да? Нет? Ну да. Уже после него. Хотя это дворец наполеоновской семьи никакого. Тогда можно, извини, тогда и Лувр можно назвать дворцом Джозефины. Потому что они тоже официально жили в Чурельском дворце. Ну тогда можно и Елисейский дворец назвать дворцом Карла Бруни. Не, ну ее нельзя, потому что они ничем не отличаются от других. А тогда мы назовем ее Маркизу Пампадур, потому что одна первая, одна из первых, кто начала жить в этом дворце Елисейском. Ну, в общем, вот так, ребята, мы вас выгулили по зимнему замку. Так, я выключаю, наверное, сейчас камеру, потому что потом еще включу. Так. 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 Так.